добрый день дорогие мои друзья пообещав вам однажды что буду рассказывать на своем канале не только о наших платьях выкройках и все очень интересные профессиональной теме а буду затрагивать и проблемы нашей жизни и сняла записала тогда с тех пор только два видео и думаю над тем что пообещав однажды я должна выполнить свое обещание я сегодня решила вам рассказать вот показать старые фотографии назовем это видео листая старые фотографии и начнем мы этот рассказ вот с такой вот вот с этого снимка сейчас я постараюсь его принять поднести поближе вы его может быть рассмотрите вот так вот получше так как это нужно нам сделать вот так нам нужно сделать вот перед вами стоит маленькая девочка галя беляева здесь мне ну наверное четыре годика если даже если эти четыре годика не знаю очень маленькая девочка да посмотрите как я одета вот я хочу сегодня рассказать как влияет то какими мы были детстве в детстве есть такая расхожая фраза все мы родом из детства на нашу будущую жизнь посмотрите моя мамочка царство и небесное одевала меня в такие одежды вот такие вот были коротенькие платьишки вот такие были длинненькие штанишки и такая я бегала чистенькая аккуратненькая и девочки во дворе делали мне замечание и говорили галя скажи своей маме постарше девочки говорили пусть она тебе либо платьица сделает подлиннее либо штанишки сделает покороче потому что это некрасиво я приходила домой говорила маме мама так и так надувала губки а мама говорит калинка чистенькая хорошо причем тут это причем тут вот твой внешний вид для мамы это было важно главное чтобы было чистенько одежды в те годы особенно не было поэтому она и не заморачивалась так сказать хорошо я прошла в детский сад слышу разговоры в детском саду меня вот дедушка вот этот мой да дмитрий палочек он был сельским учителем и занимаясь со мной я много времени проводила с бабушкой с дедушкой потому что мама работала с папой он я знала много стихов он учил меня всему я умела и читать я умела и знала много стихов а придя в детский садик вот в таком вот внешнем виде мои воспитательницы никогда не вас не выпускали меня на утренник и говорили вот это галя беляева ее стыдно выпустить на утренник потому что она вот так плохо одета я все это слышала когда я все-таки не вытерпел и переживала очень сильно за это маме рассказала было решено сшить мне первое платье вот посмотрите и меня выпустили на утренник это так сказать мой первый выход в свет вот сейчас я вам покажу подниму повыше вот такая вот девочка галя беляева вышла свет впервые и прочитала какое-то там стихотворение и этому была несказанно рада то есть сколько мне тут лет на этих фотографиях три-четыре года наверное четыре где-то года может быть пятый годик пошел да вот посмотрите как мы можем потихонечку незаметно для себя ранить своих детей какая рана тогда была у меня в сердце ведь почему я научилась шить потому что я еще с тех пор поняла что спасение утопающих делал урок самих утопающих что мне нужно самой позаботиться о себе видимо да и я начала шить но начала шить я тогда неосознанно мне просто нравилось шить у соседки тани было маленькие вот такие куколки вот такие пупсики были буквально и мы на этих пупсиков шили одежду штанишки платьишки там но все на свете играли там они у нас были королевами принцессами королями все это делали мы сами и колочка ниточка какие-то маленькие тряпочки и вот будучи прямо пятилетней девочка я начала уже вот с этого всего дальше больше дальше больше и где-то в начальной школе я уже шила нам с подружкой олей вот эти вот на новый год костюма помню я была ночкой а оля у меня была звездочкой на звездочку я на белое платье из бязи наклеила какие-то звездочки вырезанные из фольги а ночку свою я покрасила в темно-синий цвет чернилами и было все чудесно то есть вот так рано моя жизнь собственно так повлияла вот это мое потрясение детское раннее потрясение на всю мою оставшуюся жизнь это стало началом всех начал и та печаль та беда которая в общем-то посетила меня в тулью в столь юном возрасте вылилось вы видите сами во что потому что я люблю безумно за свою работу я безумно люблю свое дело я достигла здесь ну вершин каких-то определенных степеней известных написано книжки тьма тьмущие учеников а уж сколько одежды перешита вот этими ручками это и вообще не пересказать сколько довольных клиентов было за всю мою жизнь ну вот вот это все что хотелось мне сегодня рассказать но у школе я показала вам свои фотографии давайте посмотрим вот это институт фотография институтская вот такая я была серьезная девушка стою я здесь на самом деле в платье из кремплена был такой материал он страшно короткая где-то были фотографии сейчас у меня их нет вот в этом платье но вот видите какая серьезная девочка я была в институте заканчиваю институт вот эти две фотографии сделаны тогда когда уже я институт закончила сделаны они моим мужем первым которого зовут звали коломейка виктор викторович он любил увлекался фотографией у нас уже была маленькая аленка и мы дома вот такую вот фотографию сделал потом он нарисовал меня еще у нас была фотография такая так что еще вот эта фотография когда и той поры когда я работаю в институте на кафедре дизайн одежды видите какая у меня кос коса сзади там доска и я работаю в данный момент я рассказываю о макетировании или амулижирование еще можно сказать я вела там три предмета конструирования выполнение в материале и вела вот это самое макетирование и вот здесь я рассказываю видимо девочкам у себя у себя мастерской я была еще заведующей мастерской которая называлась экспериментальной почему-то моем подчинении было все оборудование и мы с девочками шили всевозможные коллекции и на одном из таких конкурсах они выступали на конкурсах на одном из таких конкурсов я и состоялась моя вот такая судьбоносная встреча с александром васильевым он был приглашен на челябинске в жюри этого конкурса был председателем этого жюри рядышком вот здесь вот это вот это моя руководительница элина андросова она завкафедры у нас была я просто преподаватель и вот этот вот замечательный человек александр васильев почему-то разглядел меня в толпе где было не меньше двухсот пятидесяти людей человек присутствующих мои девочки выступали на сцене я за ними за них болела а он захотел со мной познаю познакомиться и что с успехом и сделал вот эти фотографии они оттуда вот такие мы были в 2004 году тогда он еще не был таким популярным не был таким известным гастролировал по всей стране занимался оформлением спектаклей каких-то и читал свои замечательные лекции а на лекциях видимо высматривал вот таких вот симпатичных барышень как я и заводил с ним знакомства а это мы уже у него в квартире я была его так сказать ученицы его воскресной школы одно время ездили мы вместе в таллинн ездили мы вместе в париж и у нас нашу группу в виде исключения в тот раз пригласил к себе домой вот это его знаменитая парижская квартира которая похожа на музей но я думаю что вы ни разу не раз видели в каких-то этих а это а это он приезжал к нам институт это уже последующие его какие-то приезды он придумал что я должна вести музей моды у себя в институте я спросила александр почему я он сказал потому что вы обладаете всеми необходимыми для этого качествами а это мы сфотографированы вместе с нашей кафедрой дизайн костюма все в том же институте на кафедре дизайн костюма и хочу сказать не могу не сказать огромные слова благодарности этому удивительному человеку потому что именно он открыл меня для меня то есть до встречи с ним я как-то не думала о себе что я какая-то особенная потому что но умела я хорошо шить так многие вокруг меня умели шить не хуже умела я хорошо кроить так многие вокруг меня умели не скажу что многие но я знала что существует рядом в соседнем отелье наверное еще такие же мастера которые умеют это делать ничего не хуже чем я и поэтому какое-то внутреннее мое такое состояние но работала и работала нравилось и нравилось и только он разглядев меня в этой толпе почему-то стал мне говорить, что я немножко не похожа на других, в лучшем смысле этого слова. И только с его подачи я посмотрела на себя немножко другими глазами. А посмотрев, он вселил такую веру мне, в самую себя, что он попросту подарил меня, мне самой. Я поняла, что у меня есть какие-то особенные черты, которые могут привести меня к желанным целям. А цель у меня была тогда поделиться вот той информацией, что зрело во мне и созрело. Я же уже давно вела вот эти курсы, то там, то сям, везде, то во дворце где-то, то, когда, будучи программистом, даже у себя на работе в перерыв, я девочек учила. Мне хотелось, я краила не так, как все. И мне хотелось, чтобы это все знали другие люди. Вот так я устроена, что мне хочется поделиться тем, что я знаю, тем, что я умею. Тем более, что мне это очень-очень доставляет большое удовольствие. Вот. Это история, когда я уже открыла свое ателье. Надо сказать, что жизнь после знакомства с Александром Васильевым сложилась так, что довольно скоро из ателье мне пришлось, из института я ушла. Ушла и открыла свое ателье, и начала работать уже сама на себя. Лет мне здесь, наверное, около 50. Да, 49 лет мне было, когда я себе сказала, так, лет 20 у меня в запасе еще есть, до 70 далеко. А за 20 лет думала я, можно горы свернуть. Вот и начала я их сворачивать. И открыла свое ателье. И очень-очень, надо сказать, поменяла профессию в очередной раз и очень-очень этим довольна. Вот эта фотография. Тоже очень люблю вот эту фотографию. Почему здесь мне лет сколько? Ну, тут немножко больше 50. Я нахожусь, снята она на фоне за моей спиной. Та деревенька, на которую в 1957 году выпали радиоактивные осадки, где я жила вместе со своими родными. И после того, как мы прожили там еще на этой зараженной территории, там были какие-то безумные миллионы кюри, полтора года нас оттуда выселили, выдали какую-то компенсацию. Я нашла это потом в архивах, желтенькие бумажки. Говорить тогда об этом было не принято, все это как-то было засекречено. И я как раз сейчас, это я приехала на те места, там к ламбищу, навестить могилки своих родных и близких, да. И за моей спиной, вот там видите, вдалеке деревья растут, за ними около них течет речка. Так вот наш дом стоял как раз там, где кончается моя голова около этих деревьев. И эти места, конечно, мне очень и очень дороги. Это моя родина. Там прошли мои первые годики. Мне было тогда полтора года, когда случился этот взрыв. И потом мы еще прожили там еще полтора года. То есть в возрасте трех лет мне было три годика, когда мы оттуда уехали. А в бульдозере сравняли вот эту все, все наши дома, ну, с землей утилизировали все. И видите, вместо деревни когда-то богатенькой, вот такое вот сейчас поле, где ничего-ничего не растет. А рядом зато в соседнем лесу растет огромные-огромные деревья. Если это сосны, то они с длинными-длинными иголками. Если это лиственные, они с огромными-огромными листочками. И трава там была по пояс. Это меня тогда очень сильно поразило. Вот так, собственно говоря, что хотелось мне сегодня нам вам рассказать. Показать старые фотографии и напомнить всем, у кого есть детки, все мы родом из детства. С чего начинала, тем и закончу. Пожалуйста, будьте к ним добрее, будьте к ним внимательнее. Используйте сейчас вот эти трудные какие-то наши дни для того, чтобы поближе быть к своим деткам, повнимательнее к ним быть и не наносить им каких-то таких травм. Хотя, видите, любая травма, она к чему-то приводит. Хорошо, что вот она у меня привела к чему-то хорошему. То есть я вышла из этой ситуации с честью и достоинством. А у кого-то так не получается. И поэтому нет большего несчастья для родителей, чем не очень удавшиеся судьбы своих близких и родных им детей. Поэтому берегите себя, мои хорошие. Любите своих детей. Будьте к ним добры, будьте к ним внимательны. Наблюдайте за ними и не осложняйте их жизнь чересчур. Чтобы ваше тепло, ваша любовь, ваше добро вернулось к ним, к вам же потом, старицей. Потому что любви много не бывает. Чем больше вы любите их, тем больше вернется потом к вам. На этом разрешите, мои хорошие, сегодняшнюю встречу нашу закончить. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всегда ваша Дарина Коломейко. С любовью, верой и надеждой.